Снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировано в Ставропольском крае. При этом нагрузка на поликлиники и колл-центры остается по-прежнему высокой. Это обусловлено большим числом пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. В связи с этим власти выделяют средства для дополнительного оснащения колл-центров. Работа проведена масштабно, в том числе выделены средства до оснащения оборудованием колл-центров в лечебных учреждениях. 12,5 миллионов рублей для формирования рабочих мест, приобретения гарнитуры, приобретения IP-телефонов в медицинских организациях. И все, без исключения медицинские организации с аналоговой связи, перешли на работу на цифровую связь. Среди детей число заболевших тоже стало меньше. Сейчас в сутки выявляется примерно по 250 новых случаев заражения омикроном среди несовершеннолетних. Сейчас у нас 17,5 тысяч детей находятся под наблюдением медиков. Если бы мы входили в омикрон и почти треть заболевающих ежедневно это были дети, то сейчас должен с уверенностью сказать о том, что те меры, которые были приняты на территории Старопольского края по дистанционному обучению детей, по продлению каникул, они продемонстрировали свою абсолютную эффективность. В связи с этим после каникул школьники вновь возвращаются в свои учебные заведения. Обучение в очной форме будет продолжено уже 17 февраля. Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Старопольского края Владимир Владимиров. Никита Лукьянченко, Илья Панкратов, АТВ Ставрополь.